Было это лет десять назад. Брат, Василий, учился в университете в Минске, последний год учебы, намечалась защита диплома. Брат учился на отлично, всегда висел на доске почета. Шел на красный диплом, и вот в один прекрасный момент он пропадает из общежития, естественно из родственников никто не знает. Куда-то начинает тратить заработанные летом за границей деньги, сумма на то время была большой около 2000 долларов, плюс одалживает у друзей студентов. Но не объясняет куда и что, пару раз звонил родителям, чтобы тоже выслали, родители ничего не подозревая естественно отправляли сколько могли. Первым забил тревогу его друг, что что-то происходит неладное. На связь Василий выходил без проблем, иногда появлялся в общежитии, но быстро обычно уходил. Друг и позвонил родителям и сообщил, что что-то происходит не то с сыном, что одалживает у всех денег, на учебу не ходит и уже стоит вопрос об его отчислении. Как раз в тот же день опять позвонил сын и попросил денег у родителей. Мать, недолго думая, сообщает, что все будет, сама делает денежный перевод в почтовое отделение и собирается в дорогу с младшим сыном. Друг предупредил, что старший сын немного не в себе, какой-то он не такой, как был раньше. Парень крепкого телосложения постоянно ходил в спортзал. Мать решила, чтобы там не было забрать сына домой, но младший, хлюпик и решили, если Василий будет отказываться ехать, то будут забирать силой, перебивать ему ноги, чтобы далеко не мог убежать и уже таким способом забирать его. Поэтому было принято решение прихватить биту. И вот мать с младшим отправились на выручку из Гомеля в Минск. День сидели возле почтового отделения и караулили. Почтовое отделение было предупреждено, чтобы раньше времени деньги не отдавали. И вот появляется Василий, ни в чем не подозревая получает деньги, выходит и встречают его мать и младший брат. Старший кинулся в бега, но младший все же догнал и не зря взяли биту, ею перебили ногу. После больницы и наложения гипса, забрали домой. В университете написали заявление по семейным делам, забрать его на недельку. В поезде Василий сидел весь потерянный со стеклянным взглядом и все время твердил, я должен им помочь, я должен их спасти из плена. Он понимал, с кем едет, кто его родственники, но не понимал, что происходит вокруг него, на просьбы не реагировал вообще никак. На вопросы почти не отвечал. И вот после недели реабилитации дома, все же удалось частично выяснить, что произошло. Как он сообщил, одним прекрасным днем гуляя по Минску к нему подошел неизвестный парень и попросил позвонить в домофон и позвать парня, имя уже не помню, объяснив тем, что жена его голос знает и не отпустит к нему. Ну а брат добрая душа ничего и не подозревая позвонил. Далее провал в памяти и что происходило ничего не помнит. Дальнейшие события происходящего написаны выше. Долги друзьям сам же и отрабатывал. Окончил университет с красным дипломом. С человеком, который сообщил родителям неладное, дружит до сих пор. Что произошло и куда ушли деньги, загадка, но главное, что вернули живого.